Новая Россия столкнулась с острейшей проблемой – потерей исторической памяти у многих наших сограждан из поколений 90-х и начала 2000-х годов, когда был нанесен удар не только в целом по системе образования в стране, но и особенно по преподаванию исторических дисциплин. Огульное очернение многих страниц нашей истории, появление массы учебников сомнительных авторов, которые переписывали прошлой России в угоду своим личным или групповым интересам на деньги зарубежных гранатодателей, резко снизило интерес молодежи к изучению историю страны, родного края, своей малой родины. Лишь последние 5-6 лет ситуация начала меняться в лучшую сторону, в том числе и благодаря ежегодному всероссийскому конкурсу «Наследие предков молодым». В этом году он проводится четвертый раз, и в его региональном отборочном туре приняли участие старшеклассники, учащиеся средних, специальных и студенты высших учебных заведений Воронежской области. Работы присылаются и отсматриваются согласно положению, насколько они технически правильно оформлены. После этого эти работы посылаются в Москву, там они на специальной программе антиплагиат проверяются, и если степень уникальности высокая, то эти работы проходят дальше, уже на заочный этап, когда у нас нашим историкам, различным профессорам, вузовским преподавателям, учителям истории, общественным деятелям, которые находятся в нашем жюри, отправляются на электронные ящики, они отсматривают эти работы, ставят баллы, выбирают лучших, и потом вот проводится очный этап, где уже все конкурсанты рассказывают о своих работах, очные основные тезисы отвечают на вопросы экспертов и так далее. В результате многоуровневой проверки присланных работ до очного этапа защиты было допущено менее 20 человек. Конкурс, который сегодня проводит объединение «Наша история», это очень важный и нужный конкурс. Наследие предков молодым очень точно и актуально выбранное название. То наследие, которое мы сегодня владеем, нужно передавать из поколения в поколение. И сегодняшнее наше заседание, все эти доклады, которые мы слышали, они показали, что наши ребята, наше молодое поколение, они прекрасно понимают, на что нужно ориентироваться, что самое важное в нашей жизни, что главное для нашей страны, что главное для того, чтобы стать истинным гражданином России. И думается, что вот подобные конкурсы, они помогают становлению гражданина, человека, они помогают развиваться в нашей стране. Ну, наверное, и сферу культуры, они помогают развиваться истории, как науки. И, наверное, нужно как можно больше, как можно чаще поднимать те вопросы, которые сегодня обсуждались на этом заседании. Информационная неразборчивость из-за огромного количества источников, не всегда проверенных и достоверных, зачастую приводит к манипулированию историческими фактами, подмене понятий в политических и других неблаговидных целях. Поэтому так важно научить молодых людей работать с первоисточниками, самим докапываться до истины и стоять на страже исторической правды. Твоя тема была про присоединение Крыма к России. Почему решила взять эту тему? И какие источники выбирала для исследований? Я решила взять эту тему, потому что очень много сейчас информации в СМИ. То есть постоянно на слуху вот этот вот Крым, Россия, санкции, вот эти три слова вертятся. И знаете, на самом деле было очень интересно поработать с данной тематикой, чтобы понять всю глубину этой темы и понять, почему вот так сейчас происходит, почему все говорят об этом, почему все-таки Крым присоединился к России, где же здесь историческая правда. Вот именно поэтому. А по поводу источников, я использовала из исторических источников труды Карамзина и Костомарова, их книги. Ну и анализировала мнение современных политологов, читала всякие статьи из газет, телепередачи. Скажи, почему история? Почему выбрала именно эту вот стезю? Ну, потому что я живу в России, и мне действительно интересна история того края, где я живу, нахожусь, то есть, ну как бы, чтобы знать всю сущность. Ну, история это вообще довольно-таки интересный предмет, если как бы копнуть поглубже, если не изучать ее поверхность. Это очень много интересных фактов. Тема моей работы «Роль священнослужителей в истории наследия города Острогорска». Эту тему я выбрала, потому что я увлекаюсь краеведением, мои, как бы сказать, родственники, да, они являются краеведами, и мне интересно, сама история мне очень интересна, и в дальнейшем, я думаю, скорее всего, я буду посвящать себя истории. Конкурс «Наследие предков молодым» наглядно показал, что среди молодежи Воронежской области все больше желающих обратиться к истории своей страны, родного края. Для многих это стало настоящим увлечением, которому они посвящают очень много времени. Некоторые работы были достаточно высокого уровня. Я считаю, что даже то, что они перевопатили столько литературы, особенно понравилась про Семеновых, вот, работа. Мне понравилась работа, вот, девушка стоит у нас, вот, о Крыме, вот, потому что эта тема тоже связана с нашим городом, с Воронежем. Понравились работы Павла Ачан, вот, потому что редкая вещь, когда есть такой музей, который здесь на весь мир, скажем даже так. Вот. Мне понравились работы еще тех же из... Девчонки, вот, хорошая девушка выступала из Репьевки. Вот, очень интересная работа была по истории села, по истории своего рода. Да, вообще, замечательные доклады были. И я считаю, что уровень сегодняшнего, вот, знания молодежью своих проблем, своей истории, своего рода, это настолько важно, настолько, пожалуй, даже востребовано сегодня, что благодаря, вот, организации нашей истории, вот, уже достаточно большое количество времени, такие конференции, такие доклады, они для нас, краеведов, для самих выступающих очень важны. Девчонки, вот, я думаю, что это очень важна.